Добрый день, уважаемые коллеги. Слышно? Я расскажу об исследовании Беоцузумаба. Краткое вступление. Все вы хорошо знаете, что у нас ежегодно 55-57 тысяч больных раком легкого. И в мире рак легкого остается убийцей номер один, первое место по смертности. Ну и конечно очень большое количество четвертой стадии, около 40%. Препараты, которые мы используем, всем хорошо известны. Цисплатин уже более 35 лет является основным препаратом. Ну и в последние годы у нас появился целый ряд таргетных препаратов. И Беоцузумаб это был первый таргетный препарат, который появился при раке легкого. И хорошо, широко используется до сегодняшнего дня. Здесь перечислены различные препараты, которые используются в мире. За границей сейчас появились новые блокаторы ангиогенеза, такие как рамуцуромам, нитидонип. Но пока еще, так сказать, они в России не зарегистрированы. И у нас остается один только антиагенный препарат. Отцом этой терапии явился Джуда Фолкман, хорошо известный ученый, который первый определил, что опухоль выделяет определенный фактор сосудистого роста. ВИДЖФ это липопротеид, который провоцирует рост сосудов. И Беоцузумаб является антителом, который блокирует именно этот ВИДЖФ фактор. И таким образом извитые сосуды, которые развиваются, неразвитые в опухоли, блокируются. Остаются только прямые сосуды. И, в общем-то, так сказать, эффект от Беоцузумаба двоякий. Ранее считалось, что он блокирует кровоснабжение опухоли. На сегодняшний момент более, так сказать, имеет обоснование теории, что, наоборот, улучшается кровоснабжение, улучшается достаточно химиопрепаратов за счет блокировки неразвитых сосудов. И таким образом, так сказать, улучшается действие химиотерапии. Кроме того, уменьшаются гипоксические зоны в опухоли. Таким образом, так сказать, многочисленные эффекты дают. Для чего нам нужен Беоцузумаб? Ну, на основании, так сказать, исследования с авастином, оно было проведено на более чем 5000 больных. Видно, что, так сказать, четвертая стадия рака легкого, который больные, как правило, не переживают один год в пяти исследованиях от 12 до 14 месяцев. Поэтому Беоцузумаб нам, конечно, так сказать, в первую очередь нужен и для увеличения общей продолжительности жизни, и также для улучшения ответа. Также по данной одного из исследований с авастином, которые показали, что почти в два раза улучшается ответ при применении сочетаний химиотерапии с Беоцузумабом, и именно, так сказать, быстрый ответ, быстрый метаболический ответ, который вот виден на этих ПЭТ-томограммах, вверху мы видим опухоли, лимфоузлы, верхние доли левого легкого, которые активно светятся, и после трех циклов неодевантной терапии мы видим уже, так сказать, чистую картину. То есть именно те случаи, когда нам надо достичь быстрого, хорошего ответа, часто это бывает в предоперационной терапии, конечно, мы не сможем перевести неоперабельных больных в операбельные, но привести, так сказать, пограничнооперабельных пациентов в операбельные, это возможно, и вот именно сочетание химиотерапии и антиангиогенной терапии в этом нам очень помогает. С 2004 года мы используем в нашей практике биоцезумаб. Сначала он был зарегистрирован для лечения кулоректального рака, потом в 2006 году он имел как клещный рак, и уже, так сказать, ряд других показаний, как для областома, почечный рак, яичник и другие. Сейчас он очень-очень широко используется. У нас в России биоаналог биоцезумаба BCD021 прошел оценку физико-химических свойств, затем были исследования доклиники на макаках и ванских, это острая хроническая токсичность и фармак и кинетика, и эти исследования доклиники показали соответствие биоцезумаба BCD021 оригинальному препарату. После этого была пройдена первая фаза. Первая фаза – это определение безопасности и фармак и кинетики. Дизайн здесь представлен, применялся в сочетании с поклитокселом и карбоплотином в дозе 15 мг на кг. И цель была, именно, как я уже сказал, это определение фармак и кинетики и безопасности. Определялась площадь фармак и кинетической кривой после однократного введения, максимальная сывороточная концентрация, время достижения максимальной сывороточной концентрации и период полувыведения. И, как видите из этого графика, кривые практически совпадают. То есть первая фаза показала идентичность фармак и кинетики. По нежелательным явлениям также было соответствие. В 14 и 14 в каждой группе из 28 пациентов у нас были случаи ретального исхода, связанные с кровотечением. Как вы знаете, кровотечение – это одно из основных осложнений применения антиагиогенной терапии, требует специального подбора больных. А остальные нежелательные явления были также идентичны. И поэтому по результатам первой фазы было определено, что фармак и кинетические профили имеют одинаковое значение. И нежелательные явления – они были предсказуемы и одинаковы в обоих группах. На основании первой фазы была проведена третья фаза. И в этой фазе уже участвовало 138 больных. Дизайн был такой же, такая же химиотерапия. И цель уже – определение эффективности и безопасности. Эффективность – это общая частота объективных ответов. Безопасность – это частота нежелательных явлений. И фармак и кинетика также были исследованы в третьей фазе. Здесь представлен дизайн исследования. По возрасту, по полу больные соответствовали. По стадии заболевания, по гистологическому типу, как уже известно, это не плоскоклеточный рак. Это аденокарцином и крупноклеточный рак. Обе группы соответствовали и были идентичны. Какие результаты вы получили? Как вы видите из этих столбиков, значит, общая частота объективных ответов составила 42% в группе BCD и 39% в группе Авастина. Были единичные полные ответы. В основном это был частичный ответ и стабилизация. Статистических различий в ответах не было. Видите, 40% частичного ответа, 51% стабилизации заболевания и 5,5-8% прогрессии заболевания. Нежелательные явления третьей фазы. Также были отмечены случаи кровотечения. Они являлись в некоторых случаях причиной смерти, но в одинаковом количестве. Всего 68 нежелательных явлений было в группе BCD и 66 в группе Авастина. Иммуногенность также оказалась одинаковой. Только у одного больного были выявлены антитела, гевоцезумабу. Здесь перечислены основные осложнения, которые случались при применении препаратов. Они, в принципе, все были предсказуемы. Новых каких-то осложнений зафиксированного не было. Они, как правило, включали нитропению и другие гематологические осложнения, кровохаркание, кровотечение случаев и различные одиночные, такие как тугоухость и спонтанный пневматуроз. Здесь представлена гематологическая токсичность. Гематологическая токсичность создана в основном с проводимой химиотерапией и включала в себя ликопению, нитропению, анемию, тромбоцитопению. Цифры были также одинаковы в обоих группах. Как видите, достаточно высокие цифры, но они соответствуют той химиотерапии, которая проводилась при раке легкого. Со стороны лабораторных отклонений также отмечались такие отклонения, как повышение трансаминаз, повышение щелочной фосфатазы, гиперорекемия, гипергликемия и повышение креатинина. Опять-таки, обе группы были идентичны. При гематологической токсичности также часто встречалась тошнота, диарея, периферическая нейропатия, отралгия, миалгия. Еще раз повторю, что новых случаев каких-то нежелательных явлений отмечено не было, и они были все ожидаемы для проводимой терапии. Фармакинетика в третьей фазе проводилась после первого введения, определялась минимальная концентрация препарата, получившихся в 6 курсах, и после шестого введения. Как вы видите, фармакинетические показатели были идентичны в обоих группах и соответствовали стандартной фармакинетике биоцуземаба, как после первого, так и после шестого введения. Таким образом, анализ эффективности применения препарата BCD и авастин показал идентичную эффективность. Показатели безопасности иммуногенности были одинаковые, не было статистической разности между группами, и наличие этих данных позволяет соответствовать и говорить о том, что препарат BCD-021 и авастин являются терапевтически эквивалентными. Спасибо за внимание. Спасибо. Спасибо большое, Сергей Владимирович.